Уравнения показывают важность разности потенциалов, которые контролируют величину электрохимических констант скорости. В 10 лекции было показано, что поскольку перенос электронов между электродом и частицами фазы раствора происходит за счет квантово-механического туннелирования, важно, чтобы частицы раствора находились на расстоянии примерно 10-20 ангстрен от поверхности электрода. Отсюда следует, что падение потенциала между электродом и объемом раствора должно происходить на аналогичном расстоянии, если мы хотим использовать константы скорости в предложенной форме. В случае, когда падение потенциала происходит на расстоянии больше, чем 10-20 ангстрен, тогда выражение для констант скорости потребует модификации, чтобы учесть тот факт, что для перехода электрона задействована только часть падения потенциала, необходимая для осуществления переноса электрона. Такие поправки Фрумкина необходимы, если эксперименты проводятся в логопроводящих средах. Однако в большинстве экспериментов обычно применяется преднамеренно добавленное большое количество электролита, так называемого фонового или вспомогательного, целью которого является обеспечение падения потенциала на расстоянии 10-20 ангстрен от поверхности рабочего электрода. Обычно концентрация фонового электролита составляет примерно 0,1 моль на литр. Электролиты выбираются таким образом, чтобы они были электрохимически инертны при исследуемом потенциале. В водном растворе может использоваться, например, хлорид калия, а в растворе ацетонитрила – тетрафторборат и тетробутиламмония. Если фоновый электролит подобран правильно, то уравнения для констант скорости будут верны.